Всем привет! Наконец-то сбылась еще одна моя мечта, я побывала на Байкале. Если вам интересно видео про Иркутск, то оно будет вот здесь, оно у меня уже есть на канале. Ну что, поехали! После нескольких дней в Иркутске мы поехали в Листвянку и посетили по пути несколько мест. Одним из них это был музей Тальцы, но вы о нем тоже можете посмотреть и узнать в видео, которое я снимала про Иркутск. Музей Тальцы это уникальное место, сделанное в стиле деревни, где собраны оригинальные постройки 16-19 века. Ну а дальше у нас наконец-то случилась первая встреча с Байкалом. Ты понял, почему такой ветер? Потому что это я так сильно дую. В этом месте мы сразу почувствовали промораживающий холод. Но зато испарение от Байкала и минусовые температуры вместе создают вот такую красоту. Ну все, конечно, кроме снеговика на столе. Что скажете, Данила Романович? Очень красиво. Не холодно. Это еще не самое голодное, как я понимаю. Это еще тепло. Данила у нас переодевается прямо тут, прямо в автобусе, потому что мы сейчас пойдем на открытую канатную дорогу. Какие там видны, нет? Смотрите. Вот на такую. Я только один раз ездила на таком открытом подъемнике и потеряла сланец. Надеюсь, сейчас мой валенок не потеряется. Красотища, красота. Да, посмотрите, особенно как солнышко тут красиво. Поднялись по канатке, сходили на смотровую и потом отправились в конечный пункт назначения на сегодня, в Листвянку. Мы решили провожать солнышко. Очень красиво. Очень хорошая погода. Сейчас пойдем погуляем. Такой рыбачок тут сидит, рыбу ловит. На закат смотрит. Уже все съели, но нам привезли последнее блюдо. Это бурятское блюдо. Называется позы. Вот такие вот, типа, манты. Данил сейчас вам раскроет страшную тайну. Вот так выглядит поза. Это обычная хинкаля. Достается, обрезается и в печку. Короче, хинкаля... Или в печку она варится, наверное, или парится. Не, она парится, как манты. Короче, хинкали, но манты. Все поняли, да? Секрет раскрыт. Сегодня у нас просто чудесная погода. Посмотрите, какое солнце. Мороз и солнце. А еще, посмотрите, прикол. У нас встает лед на Байкале. Красотища. Просто, представляете, за одну ночь, говорят, за сутки лед вырастает. А здесь вот еще не заросло. Лед зарастает от 2 до 5 сантиметров в сутки. Вот такое испарение над Байкалом, потому что температура воздуха холоднее, чем температура Байкала. Настя, расскажи, куда вы приехали? Приехали кое-куда кататься. Это кое-куда, это куда? На Хаска. На Хаска? А ты, кстати, похожа в этой шапке на Хаску. Ну, скажи, как у тебя дела? Я очень люблю покататься. Я всегда буду мечтать. Устроились мы удобненько в отопляемой юрте и начали ждать своей очереди, чтобы покататься на собаках. Собаки, кстати, оказались не Хасками, но зато они специально выведены и имеют лучшие качества от разных пород. Сыжури, не римки, а прям... Значит, по второму кругу поблагодарим сегодняшних духов за то, что они нам такой солнечный, яркий день дали. Прекрасный. Обалдеть, да. Да, просто с начала года и сразу с такого красивого дня. Ну, и за это вам по второму кругу побурганим. Берем левую ручку, значит, туда безымянным пальчиком и луком на четыре стороны света. Западным. Давай-давай, делай-делай. Сюда и по часовой сверочке. После этого можно выпить ваш напиток. Кто алкоголем, бурганем, кто молоком. После дегустации байкальской рыбы мы вернулись в Листвянку, но перед прогулкой решили зайти на местный рынок. Я говорю, что это... Коломяночка, вот горячая девочка. Скоптилочки, девушка. Только принесли. А это что для этого? Это мулю, аверина. Или коломяночку. Ты выбираешь. Так, коломяночку мы попробовали. Вот сегодня нам добавлю. Так удачек есть, ребят. Или умрю. Это рыбка, которая маленькая. Она такая необычная рыбка, потому что ей питается небом. Она живородящая, представляете? И она почти шли и обитает до 1500 километров глубины Байкаля. А, да, метр. Прошли на пляж, просто посмотрите. Нам сказали, что будет куча народу из Иркутска. Все приезжают сюда отдыхать. Мама! Вот это все. Это называется склянка. Вот когда лед все так сходит тонким слоем. Ну и, конечно, эту склянку мы использовали для фото. Все мы на берегу. Унты свои свесили. Я купила себе сушеную, вяленую. Точнее, вяленую икру. Я купила себе сушеную. Не знаю, как это называется. Но вот про которую я у меня сказала. И сейчас будем кушать. Ну как? Мама! 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 В принципе, то, что я ожидала, то и получила. Пошли кататься. Вот этот кораблик. Сейчас посмотрим. Оп! Не стал. Вот это безусловно. Ну получается вот так у нас заканчивается третий день в туре, но нас ждет еще банька прямо на Байкале. Ну как, Дань? Сняли себе вот такую баню на воде. Видите? Сейчас я вам покажу, как там все обустроено. Короче, она прямо внутри шатается. Вот здесь вот такая кухня с чаем. Мы тут смотрим Астерикса и Абеликса. Ну вот тут душ, ничего. Показывает здесь комната отдыха. Остальное ничего интересного. Вот, вот здесь, вот здесь можно покупаться в Байкале, что в принципе мы и сделали. И вот здесь сама сауна. Красота! Тут я дым повсюду скользко как, не знаю где. Давай, 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 давай. Опускайся полностью. Проплыви 3 метра хотя бы, 2 метра. В этот день мы переезжаем к Малому морю и по пути нас ждет несколько достопримечательностей. Мы там уже поехали. Всю дорогу. Наверное, сколько дорог? Часов 5? Мы... Я все продрыхла. Очень хорошо выспалась. На мне. Да, хорошая подушка. Качественная. Рекомендуешь? Не, не рекомендую. Намучитесь. Это точно. Вот на такой турбазе нас поселили. Нам, кстати, выпал домик. И дальше мы пошли гулять на озеро Байкал. Какое небо какое. Сейчас пошли на лед Байкала, но оказывается, что все засыпано снегом. Вот так вот. Так что лед сегодня мы не увидим. Но лед Байкала мы все-таки увидели. Сначала начали очищать пространство самостоятельно, но потом нам удалось найти небольшой кусочек, кем-то уже расчищенный. Мы на льду Байкала, кстати. Давай-давай-давай, выше-выше-выше. Да, у нас здесь все во льду, все во льду. В четвертый день мы пересаживаемся с буханок на хивусы и отправляемся к достопримечательностям Байкала. Что мы сейчас ели? Вот в таком аппарате называется хивус или по льду. Так как он можно и по льду ездить, и по воде. Ну что ж, мы начинаем наше сегодняшнее путешествие на хивусе. Необычный транспорт для озера Байкала. Это катер на воздушной подушке управляет капитан. Капитаны наши все подготовлены. Мы и права судоводителей. Они не могут говорить обычными катерами, но наш-то катер необычный. В экскурсии на остров Огол у нас входило посещение наплесков и, конечно, посещение самого острова. Вот здесь вот такая вот красотища. Он тебе, к сожалению, не передает, но очень такой рыцовый. А вот здесь, если приглядеться, то видно куча-куча гнезд. Даня один из тех, кто решился пролезть внутрь. Ты залез туда прям, что ли? Ну и как? Я сразу скажу, что так было поступать неправильно, потому что оказывается в гроте очень тонкий лед и даже вода не застывшая. Вот это вот снимал Данил. А мы сейчас приехали на остров Акой. Идем, поднимаемся наверх. Сейчас будем посмотрим, что там сверху. А сверху открывается красивый вид на Малое море и Большой Байкал. Кстати, на этом острове находится буддийская ступа. Тут можно вокруг нее походить, чтобы исполнились желания. Да и вообще, этот остров имеет важное значение для буддистов. После острова Агой мы снова сели на наши хивусы и поехали дальше смотреть байкальские красоты. Вот такой у нас красивый вид. У меня немножко осип голос, болит горло. Из-за того, что вчера в бане попарились и я уснула с мокрой головой. И сегодня мы едем на остров Альхом. На этот самый большой остров Байкала мы, конечно, добирались на хивусах. Ну, а на самом острове мы пересели снова на буханки и отправились в путь. Сначала дорога была хорошая, асфальтированная, а дальше она перешла на полнейшее бездорожье. Сейчас мы остановимся через 7 секунд. Первое место высадки у нас была гора Шаманка. Думаю, название само за себя говорит. Ну, идем смотреть. Сейчас мы находимся на острове Альхом. Вот это гора Шаманка. Священная гора у них. Там шаманы проводят обряды. Вон там вот у нас тоже столбы, которые символизируют богов, духов здешних. И вот, в принципе, это уже такое священное место. Сколько ленточек. И представляете, это всего лишь меньше, чем за год. Каждую весну эти ленточки шаманы срезают, сжигают, проводят какие-то обряды, чтобы желания людей сбывались. И посмотрите, сколько желаний. Это еще даже года не прошло. Интересный факт. Интересный факт. Сопки вырастают до 6 метров. Представляете, этот остров всего лишь длиной 72 километра, но в нем соединяется несколько природных зон. Сейчас приехали. Ой, не знаю, слышно меня нет. Силючий ветер. Очень холодно. Вот, посмотрите, какая красота. Лед еще не встал. Лед встанет через 3 недели, нам сказали. Тут же на мысе нам приготовили уху из байкальской рыбы. И, честно, она была прям волшебная. И уже после мы отправились назад в отель. Но по пути мы заехали взглянуть на хранителя Байкала. А что это, сейчас узнаете. Вот такой у нас красивый закат. Красивый закат. Байкала, если что, это не настоящее дерево. И вот какой чудесный вид открывается на Великий Байкал с этого места. В шестой, наш последний день на Байкале, нас ждало еще несколько красивых мест. Но, к сожалению, в этот день было просто ужасно холодно. И мы попросили гида укротить программу. Дальше у нас просторы Байкала. Просто не видно другого края. Кстати, вы здесь вот видите этот мыс острова Альхон. И если от него ступить 11 метров вправо, то будет самое крутое место на Байкале. Так хотелось побыстрее вернуться в Иркутск, но по дороге у нас сломалась машина. Но это уже другая история. Опять сломалась машина. Сейчас замерзать будем. Если вам понравилось видео, буду всегда рада лайком, комментариям, так как получать обратную связь необходимо.